МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бобручанка занималась нелегальным предпринимательством, что грозит за нарушение. Во все цвета радуги Союз молодежи проводит акцию по благоустройству. С ароматом бобруйска какой гастрофест готовит ко дню города. А также третий трудовой, страна помнит, мирный атом зафиксированный процент и лето на пределе. Какие сюрпризы на выходных готовит погода? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 752 горожанина выздоровели, выписанные от COVID-19. Такие данные в интервью Зифер-ФМ озвучил главный санитарный врач города. Дмитрий Лайтер заверил, в Бобруське предпринимаются строгие меры в борьбе с опасной инфекцией. Любителям пляжного отдыха предписано соблюдать дистанцирование, брать с собой бутилированную воду и одноразовую посуду. В городе продолжает действовать масочный режим. Носить защитные повязки рекомендует не только в кафе, магазинах, ресторанах и банках, но и на рабочих местах. Один из немаловажных моментов – это введение масочного режима в организациях и учреждениях города Бобруська. Это связано с тем, что при эпидемиологическом расследовании случаев инфекционных заболеваний мы видим, что люди, которые не могут по роду своей службы и по организации своих рабочих мест обеспечить социальное дистанцирование, они также заболевают обычно паром. То есть заболел один, если рядом сидит, там расстояние меньше метра, одно рабочее место, фактически одно помещение небольшое, то второй человек, который является контактом первого уровня и подлежит обследованию, его обследуем, и у него тоже выявляется коронавирусная инфекция. Тем временем в Беларуси выздоровели 42 689 пациентов с COVID-19. Зарегистрированы 60 713 случаев заболевания. Медики провели более 939 тысяч тестов. Эти сведения приводит Минздрав. В борьбе с коронавирусом помогает и поддержка иностранных государств. Накануне в национальном аэропорту Минск приземлился самолет с гуманитарной помощью из Катара. На борту 7 тонн груза, маски, перчатки, костюмы и средства дезинфекции. Это уже третья партия за последние пять дней. В понедельник в Беларусь прибыли два самолета из Сербии. Доставлен гуманитарный груз по линии Всемирной Организации Здравоохранения. Только поступает помощь в течение суток-двое. Мы ее быстро растамажим и распределяем непосредственно по стране. То есть получает как город Минск, так и регионы. Непосредственно те, которым это в первую очередь необходимо. Непосредственно в областях распределением занимается, как правило, это главное управление здравоохранения, которое действительно знает, где в данный момент она нужнее и полезнее в свое время. Курсовая вне закона Бобручанка занималась нелегальной предпринимательской деятельностью. Основанием для проверки стали обращения на телефон доверия налоговых органов. Как выяснилось, женщина с ноября прошлого года по февраль писала контрольные курсовые за деньги. Заказчики находили исполнителя через интернет. Предпринимательская деятельность велась без госрегистрации. От пяти заказчиков было получено 425 рублей. Решением областного экономического суда женщину оштрафовали на 81 рубль. Конфискована половина дохода. Ей также надлежит выплатить единый налог в сумме 352 рубля. Третий трудовой. Страна помнит и мирный атом за фиксированный процент. Премьеры Беларуси и России пересмотрели условия кредита по БелАЭС. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Беларусь и Россия завершают процедуры по изменению условий кредита для БелАЭС. Об этом стало известно в ходе телефонного разговора премьер-министров соседних стран. Срок использования кредита продлили на два года. До конца 2022-го. Кроме того, установили фиксированную процентную ставку. Речь идет о 3,3% годовых. Кроме того, дату начала погашения перенесли с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023. С начала года правоохранители пресекли 15 каналов поставки наркотиков в страну. Обнаружены перемещения для выращивания растений. По итогам пяти месяцев года органы внутренних дел выявили свыше полутора тысяч наркопреступлений. На 28% меньше, чем в 2019-м. Около половины преступления, как сообщается, связаны со сбытом. Устав ООН впервые издали на белорусском языке. Презентация состоялась на мероприятии по случаю 75-летия подписания документа. Сейчас издание доступно для скачивания. Позже его передадут в фонды Центральных библиотек и Национальной. Официальное открытие третьего трудового семестра состоится 28 июня в День молодежи на площади государственного флага в Беларуси. В торжественной церемонии вручения путевок примут участие около 400 представителей студотрядовского движения из разных уголков страны. Торжественное открытие выставки «Война и мир. Беларусь помнит. Возвращение» состоится 1 июля в Национальной библиотеке. Проект приурочен 75-летию Великой Победы. Посетителям покажут уникальные рукописные документы, карты, старопечатные и редкие книги, периодические издания об истории страны. Во все цвета радуги Союз молодежи проводит акцию по благоустройству. Активисты покрасили детскую площадку в городском парке на очереди и другие объекты. Акция проходит в рамках проекта «За дело» и «Разом с Батьками». Мы активно включились в эту работу и готовы помогать нашему родному городу. Так, 29 июня, в День города, молодежь проведет свой День молодежи с пользой и поможет в благоустройстве детских игровых площадок «Гоя» с писат номер 76. С ароматом Бобруйска специальную акцию готовит кафе ко дню города. Бургер, упитанный бобер, хумус, шакшука, драники с икрой. Мария Бушкевич попробовала город на вкус. Центр наполнится новыми гастрономическими красками. Повара планируют удивить даже самых избалованных посетителей. В заведениях уверяют, ароматы будут слышны издалека. Нам хотелось сделать что-то с изюминкой. И поскольку Бобруйск, скажем так, бывшая столица евреев, все-таки нам показалось, что аромат этот должен присутствовать в нашей кухне. Поэтому мы подготовили два фирменных еврейских блюда. Это форшмак и шакшука, яичница с томатами. Здесь подадут и блюда белорусской кухни. Аппетитные драники с грибами, курицей, свининой, традиционные сковородки. Рецепт форшмака очень простой. Селедка, лимон, яблоко, чеснок, сливки, яйцо и еще несколько ингредиентов. Попробуем, чем будут угощать бобручан на день города. Очень вкусно. Сколько заведений, столько и вкусных открытий. В одном из кафе подадут традиционные еврейские блюда. Чонты или жаркое, питу с зеленью, рыбу, свежие овощи, хумус, шакшуку. Не забыли про блюда белорусской кухни. Такие, как холодник, например, или вареники с картофелем. И приготовили, добавили в карту нашего меню напитков. Такой напиток, как сбитень. Это старинный восточнославянский напиток, состоящий из воды, меда и пряности. Новинками в меню порадуют заведения на социалистической. Тикава, лакомка, стрелец, дымок, артишок, шаурма у аргишти. На советской у Федора Аякс любимое место. История, что на московской. Просторные летние площадки и стационарное кафе с нетерпением ждут посетителей. Меню с акцентом на город можно будет попробовать с 29 июня по 3 июля. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В Бобруйске самое настоящее лето. Днем воздух прогрелся до плюс 29, без малейшего намека на дождь. В выходные, уверяют синоптики, характер погоды существенно не изменится. Надолго ли тренд, расскажем прямо сейчас. Синоптики предупреждают, в субботу в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Виной всему июньский зной. Воздух прогреется до 31 градуса выше нуля. Из-за сильной жары запреты и ограничения на посещение лесов введены в 36 районах страны. Малейшая искра и деревья могут вспыхнуть, как спички. За сутки от ударов молнии в Индии погибли 107 человек, свыше 30 пострадали. Несчастные случаи с летальным исходом зафиксированы на востоке и севере страны. На границе Турции и Ирана справляются с последствиями мощного землетрясения. Эпицентр подземных толчков находился в 13 километров к югу от города Азалп, где проживают более 8 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение повредило несколько десятков домов в сельской местности. В Европе пик жары. В Великобритании столбик термометра поднялся выше 33 градусов. Автомобилистов просят не оставлять в машинах санитайзеры. Они могут воспламеняться. С жаркой во Франции температура воздуха в Финляндии сейчас на 6 пунктов превышает норму. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. В субботу в Бобруське утром будет ясно. К полудню подойдут облака. Дождей не предвидится. Ветер южный. Воздух прогреется до плюс 31. Ночью до 19 градусов тепла. В воскресенье город остудят кратковременные дожди. Обещают грозы. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!